Живу в Сибири, в Хакасии. Друзья, хочу поделиться сегодня с вами радостью. Мне внуки подарили сушилку, дегидратор. Фирма вот сразу видно, Оберхоф. И я даже сейчас вам прочитаю полное название, пока помню. Оберхоф фрукт Трокин, B53 модель. Утром вчера привезли, вечером мы уже с Витей поиграли с ней, поизучали инструкцию. А я, соответственно, книгу рецептов. Кстати, при покупке им дали книгу рецептов, они там дают на бонус. Потом, значит, три пластиковых поддончика с бортиками и три поддончика с сеточку. Пластиковые поддончики. Они, конечно, для пастилы. Я уже там попочитала, всё прочитала. Но, посмотрите, один всё-таки поддончик нужно класть вот сюда в печь. Ой, в печь. Ну, что говорю. Вот сюда в дегидратор на дно, чтобы, когда мы будем сушить свои там травки или мелкие какие-то ягодки, ну, чтобы они падали, остатки мусора падали на этот поддончик. Легко можно было убрать нам наше устройство. А эти вот пластиковые решётки, по-видимому, нужно класть на решётку металлическую, если сушим ягоды, чтобы они, ну, не проваливались. А вообще 10 поддончиков. Все они сюда вставляются. Ну, примерно как-то так. В этой сушилке можно сушить не только травы, зелень, орехи, ягоду, но и фрукты, соответственно, но и рыбу, мясо, вялить. А вообще-то здесь ещё можно делать йогурт. Представляете, ещё можно делать йогурт, пастилу, вялить томаты и много-много других здесь функций. Даже можно сказать не функций. Не функций. Функция – это одна, это сушка. Много очень продуктов, которые можно здесь сушить и готовить. Готовить, допустим, сухарики. Знаете, у меня просто зашкаливают эмоции. И поэтому я волнуюсь, могу сказать что-то не в попад, но я очень-очень рада. Вот здесь, знаете, дисплей. Вот, видите. И здесь прямо написано, что сушить и при каких градусах. Вот овощи, 52 градуса, фрукты и прочее-прочее. Но я сегодня буду сушить зелень. Здесь вот написано, что 46 градусов. И мы эти градусы выставим. Представляете, вот так вот здесь кнопка включения, таймер, температура. Также мы можем прибавлять, убавлять температуру. И не только температуру, но и время. Вот так, друзья. Друзья, яблоки еще не поспели, чтобы сушить нам на сухофрукты. Что у нас счастливо есть в огороде, тоже не поспело. Но зато у нас поспело наша зелень. Зелень выросла. И с зелени я начну. Буду сушить и все-все вам покажу. Забыла сказать, что мощность этой сушилки 800 ватт. Но у нас есть старая своя сушилка. Вот она. У нее мощность всего 200 ватт. И температуру можно здесь держать от 29 градусов до 70 градусов. Друзья, ну как мы раньше жили без этих сушилок. Дегидраторов, как теперь их называют. Я привыкла говорить сушилкам. Вот как без этих сушилок мы жили. Если сушили, помню раньше сушили на крыше. В сарае где-то эти даже травы. Погода разная, влажность разная. И травы наши бывают, лежат там зелень, пока не станет рыжая. В общем, все вкусовые качества пропадают. Аромат пропадает. А теперь-то какое время пошло. Просто, просто прелесть. Как мне нравится это время. Сушить сегодня будем базилик. Который растет у меня по краю моих коробов в теплице. Пепрушку кучерявую. И укроп. Укроп, конечно, перерос. Поэтому буду брать с него только вот такие вот листики. Если можно это так назвать. Молодые побеги. Приготовила свою зелень, базилик, петрушку и укроп. Все помыла под проточной водой. Разложила вот на такие хлопчатобумажные полотенца. Можно положить на полотенце из бумаги. То есть бумажные полотенца. Сейчас я все порежу ножом. И положу на свои решетки. Поставлю на сушку. Помним, друзья, что собранную зелень долго не храним. Я имею ввиду, что вот собрали мы сегодня и можем хранить ее до завтра. Нет. Самое большое часа три. И нужно отправлять в сушку. Друзья, резать ножом мне мою зелень не пришлось. Обобрала все листики. И вот так они выглядят. Не обязательно мельчить. Друзья, а вы знали, что нашу зелень мы должны сушить, ну, каждый год. Потому что она хранится только год. По сути у нее потом теряется запах и все вкусовые качества. Может не все, но потеря большая. Поэтому нам рекомендуют наши травы обновлять каждый год. Поэтому я старые травы все выброшу. А свеженькие положу на хранение. Загрузили наш агрегат. Конструкцию. Наш дегидратор. По полной программе. Все 10 решеток. Ну и посмотрим, как она нам высушит. За сколько времени. Нашу травку, муравку. Сейчас мы включаем в розетку. Здесь на дисплее отобразилась ОВ. Сейчас будем все устанавливать. Вот включаем пуск. Сразу шаг 30 минут. Микроволновка заработала. Сейчас устанавливаем температуру. Вот там показывает 35, а нам надо 46 градусов. Вот, 46 градусов. Так. Теперь нам надо установить таймер. Таймер устанавливаем на 12 часов. Вот. Все. Таймер установили на 12 часов. Через 12 часов наше устройство отключится. И потом с вами посмотрим все-таки, как высохла наша травка. Муравка. Мы поставили 12 часов для сушки этих, нашей этой зелени наугад. Ну, примерно, потому что мы знаем, сколько трава сушится. В инструкции не написано. Написано только 46 градусов. Поэтому, в период вот этой сушки мы можем открыть дверь и посмотреть, высохла ли трава. Зелень наша наша, не трава. Будет она хрупкая, ломаться или нет. В общем, мы все определим с вами, ну, руками, можно сказать. Друзья, в этом нашем устройстве, вот посмотрите, какие отверстия. Вот так. Здесь. И в дверце. И сейчас покажу с обратной стороны точно так же. И мы считаем, свите, что здесь запахи не должны смешиваться. Ну, может быть, если на каких-то, ну, на 80-70 процентов, так думаем, запахи не должны смешиваться. Вообще-то, по телевизору мы видели как-то, про эти дегидрадоры рассказывали, что якобы здесь вообще запахи не смешиваются. Ну, может быть, потому что, вот видите, как еще раз говорю, есть отверстия. Но все это мы узнаем в процессе сушки. Завтра вам все расскажу. Друзья, вот уже следующий день, 5 часов утра, и я не поленилась, встала, чтобы посмотреть, как сушит моя сушилка и хватит ли ей времени. Осталось 38 минут, и я вижу, что этого времени ей не хватает. Добавила я еще 3 часа, и в 8 часов она отключится примерно. В 8 часов 9 минут. Девятого. Конечно, мы заполнили все 10 поддонов, наложили очень большим слоем, и поэтому этого времени ей, вижу, не хватит. Друзья, микроволновка выключилась в заданное для нее время. Очень долго сушился базилик, и поэтому приходилось включать ее еще пару раз. Я вам говорила вот про такой поддончик, что стоит его класть в нашу сушилку. Вот видите, как он выдвигается, и весь вот этот мусор, можно сказать, или остатки от сушки зелени можно легко убрать. Еще советую перед нашей конструкцией или как сушилкой, вот этой неправильно говорю конструкция, сушилкой, перед сушилкой положить лист хотя бы газеты. Когда мы выдвигаем, проверяем, просушилась ли у нас наша зелень, вот так выдвигаем, и все это немножко падает, ну, на пол, скажем, или на стол. Ну, где будет стоять ваша сушилка. Поэтому я подстелила газетку, и вот так вот мусор у меня весь попадает на газетку, остатки от зелени. В итоге наш дегидратор работал где-то 17 часов. Но он работал на 46 градусах, и поэтому это чуть тепленький ветерочек такой обдувал. У нас есть еще одна сушилка, она не регулируется, мы замеряли, она стоит на 60 градусах. Поэтому она, конечно, сушит быстрее, но это не есть лучше. Все наши травы и зелень мы должны сушить при 46 градусах. Тогда они сохраняют все свои полезные свойства и аромат. Вот видите, допустим, петрушка осталась точно такой же зелененькой в готовом виде. Точно так же укроп зелененький, просто изумрудный. Я его уже поместила вот в эту банку. Ну и наш базилик, который очень-очень долго сушился. Хранить надо нашу траву вот в таких баночках. Можно в стеклянной, обязательно подписать и указать год. Так как больше года, ну, не рекомендуют хранить нашу зелень. Петрушка сушеная, 23-й год, ставить год, обязательно год подписываем и ставить год. Можно хранить в таких стеклянных баночках, пластмассовых, пластиковые вот такие баночки. А вот в такой баночке, хотя она и с силиконовой прокладкой, хранить нельзя. Вот здесь у меня хранилась петрушка. Посмотрите, с того года. Она какая, прямо на ощупь такая волглая. И цвет у нее уже не зеленый. Поэтому в такой таре не храним. Вот здесь, друзья, написано, руководство по сушке. И все мои овощи, фрукты, там мясо, орехи, травы. И у всех своя температура, свои градусы. Вот видите, поэтому я придерживалась травы, специи 46 градусов. Сушить при 46 градусах. Зелень к дальнейшему хранению готова. Друзья, сегодня видео мое как бы по холостушке. Я очень давно мечтала о такой сушилке. И она у меня появилась. Вот как говорится, мечты сбываются. Очень понравилось. Просто очень. Так, в использовании очень она легка. Сушит хорошо. Я вам показывала. Все травы остаются такими же зелеными, хорошими. И я очень рада. Спасибо моим внукам, что подарили мне такую сушилку. В описании под видео я обязательно оставлю ссылку. Если кого-то заинтересует такая сушилка, вы можете там поподробнее посмотреть. До свидания, друзья. С вами была Наталья Гелезудинова. И мой канал «Делимся опытом взаимно». Сегодня я поделилась и похвалилась с вами, как я сушила зелень на хранение. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...